Дополнительные возможности для экономического роста и привлечения инвестиций. В столице прошла международная конференция, где обсуждали опыт разных государств экономики, основанной на инновациях. Международная конференция «Новая экономика» собрала в Минске ведущих экспертов Беларуси и ближнего зарубежья. Ключевыми темами для обсуждения стали вопросы приватизации, создание новых промышленных зон, а также улучшение инвестиционного поля Беларуси. Беларуси на сегодняшний день находится в хорошей ситуации для привлечения инвесторов, потому что Россия немножко в стороне сейчас, на Украине тоже плохая ситуация, и у Беларуси потенциал есть. Сегодня у Беларуси очень серьезный потенциал развития, несмотря на ряд кризисов, которые попали все страны Восточной Европы, ЕЭП, но тем не менее для Беларуси открываются очень большие возможности. За январь-июль этого года в реальный сектор Беларуси поступило почти 6 миллиардов долларов воловых иностранных инвестиций. Конечно, есть статистика. Статистика говорит сама за себя, что больше всего инвестиции в Беларусь приходят из Российской Федерации. На втором месте у нас такие страны, как Кипр. Ну, это неизвестно место, откуда любят входить инвестиции в разные страны. Нидерланды, Германия, США. Ну, собственно говоря, это наши стратегические рынки, на которые мы работаем, на которые мы ориентируемся. 27 октября Всемирный банк опубликовал результат рейтинга по условиям введения бизнеса Doing Business 2016, в котором Беларусь заняла 44 место. Исследование проводилось под 10 критерием, среди которых значатся вопросы налогообложения, регистрации собственности и бизнеса, возможность получать кредиты и многое другое.